Говоря о балетах и о балеринах, видели Матильду? Матильду? Да, я посмотрела этот фильм. Вы знаете, какая у меня первая возникла мысль? Почему не я в главной роли? Да, я предлагал вам учитель. Дело в том, что, может быть, у него не возникло такой мысли. Но очень много схожего у меня в жизненных этапах и в событиях с Матильдой. То есть, вы первое лицо государства интересовался память? А вот, Евгений, вы знаете, у меня удивительный тот факт, что когда называют имя Матильды Кшесинска, даже вот вы сейчас говорите, первое лицо интересовалось ли. А что, это единственный был козырь Матильды Феликсовны? Нет, она блистательная балерина была. Она была уникально сексуальной личностью, поэтому от нее будоражила всех. Потому что она будоражила общественность мужчин, так же, как мои, простите, шпагаты, на яхтах, в купальниках, на морях, в балетном зале. И поверьте, что она в жизни своей сексуальности привлекала, да, наверное, больше, чем тем, как она танцевала. А что, это не схоже со мной? Мои концерты с детьми, мои концерты с огромным количеством молодежи, и мои фотографии в балетном зале с этой растяжкой, высоко поднятой и натянутой, как струна нога, конечно, меньше вызовут ажиотажа, чем тот же шпагат, но в купальнике. Так говоря о Матильде, еще никто не знает вообще, помогла ей эта связь с царем Николаем Вторым, или она ей, ну, не то чтобы мешала, но ей же очень многие люди завидовали. Это же очень большая ответственность. Кстати, могу сказать, что у меня дома, в моем особняке, на одной из фресок мое изображение, к которому примонтировали, ну, скажем, не то, что примонтировали, это была роспись специальная царя Николая Второго. Я была в шоке, причем я не просила этого делать, я просто по совету моей подруги попросила, чтобы компания, которая мне эту фреску расписывала, ну, какой-то некий образ мужской, мужской лиг туда, как бы, скажем, добавила, чтобы я была не одна. Ну, так по фэншую, можно сказать, да. И вот, когда я приехала с гастролей, у меня уже была вмонтирована фреска, и я пришла и удивилась очень сильно, потому что они мне добавили именно царя Николая Второго. Так что вот. На ровном месте вопрос, значит, возник.